здравствуйте сегодня мы находимся в стенах новосибирской областной научной библиотеки в отделе искусств и сегодняшний наш мастер-класс будет посвящен творчеству ван гога одного из моих любимых художников и подробнее я расскажу о нем немножечко позже во время нашего мастер-класса а на данный момент я покажу что нам понадобится сегодня мы будем делать роспись на футболке естественно нам понадобится старая футболка которая подготовлена заранее как подготовить я расскажу чуть позднее нам понадобится кусочек пластика если у вас такого нет то я расскажу чем его можно заменить акриловые краски кисти водичка естественно малярный скотч для закрепления листов и картинка которой мы будем рисовать у меня она представлена из нашего каталога который вы можете посмотреть в нашей библиотеке в отделе искусств и так винсент ван гог родился на юге нидерланды в семье пастора и дочери переплетчика и продавца книг кроме будущего художника в семье было еще пятеро детей в семье ван гога считали труд трудным и своенравным ребенком когда как вне семьи он демонстрировал обратные качества темперамента и соседи знали его как тихого дружелюбного милого ребенка так немного о том что мы сейчас будем делать у нас есть кусочек пластика я говорила что заранее подготовила прорезь для того чтобы делать нашу роспись я хочу сделать ее круглой и поэтому прорезь она сделалась таким образом я накладывала кусочек пластика обводила его на листе делала при помощи циркуля карандаша и ножниц естественно нашу прорезь если у вас нет пластика что я очень вероятно могу предположить что такого не бывает в каждом доме вы можете взять обложку от старой тетради либо альбома там где у нас более плотная бумага либо картон покрытие на несколько раз слоями клея пва дать просохнуть в таком случае у вас не будет впитывать воду поверхность и как раз это нам и нужно сделать на кусочки пластика я обвела очертания нашей окружности прорези того же самого диаметра это сделано для того чтобы выйти немного за границу чтобы потом у нас получилось и максимально ровно сегодня рисовать буду звездную ночь но немножко с дополнениями которые будут немножко немного позднее кстати по поводу картины звездная ночь это одна из самых знаменитых его картин она была написана в 1900 в 1889 году в то время как художник лежал в больнице для душевнобольных во франции начнем нашу работу я буду работать без предварительного рисунка потому что он он для меня не нужен начну я с темной акриловой красочки цвет цвет фона у нас был черный как и на футболке которую я взяла помним что ван гог работал отдельными мазками и на нашу прорезь мы будем накладывать немного более густой слой для того чтобы потом у нас он отпечатался хорошо на ткани работаем разными цветами для того чтобы показать максимальная максимальный контраст помним что у нас будут завихрение работать необходимо довольно быстро для того чтобы акрил не подсыхал наметим наши звездочки на моем рабочем столе вы можете видеть книги которые вы после того как закончится карантинные меры можете посмотреть в нашей библиотеки здесь представлены очень интересные каталоги и в том числе жизни описание художника очень советую вам это прочитать потому что в какой-то момент книга ирвина стоуна жажда жизни буквально изменила мою мое представление о творчестве и жизни художника на нашем оригинале представлены темные места это кипарисе и ночной город их мы отмечать не будем потому что фон у нас черненький и я расскажу что делать с этим немножечко позднее начинаем рисовать наш небесный вихрь не бойтесь смешивать красочки это даст вам более широкую палитру цвета и поможет найти новые формы выражения и 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 для того чтобы показать разницу. Субтитры создавал DimaTorzok Я считаю, что для фона этого вполне достаточно. Сейчас мы возьмем нашу футболку. На обратную сторону футболки, внутрь я подложила ткань, для того чтобы у нас не отпечатался наш рисунок с другой стороны. Я хочу расположить круг наш немножечко не по центру, а ближе к боку. Его можно закрепить, можно не закреплять. Я, пожалуй, этого делать не буду для удобства. Теперь переворачиваем нашу композицию, которую мы делали. Прикладываем на наши прорежи и хорошенечко придавливаем. Мы можем убирать. Чем хорош акрил, тем, что позднее мы можем смыть его абсолютно спокойно, почти с любой поверхности, так как он застывает при засыхании и дает замечательный слой сцепки. И поэтому потом мы можем его снять при помощи простой воды. Давайте дорисуем те места, которые у нас не пропечатались. Ван Гог работал довольно толстым слоем краски. Это называется пастосная живопись. Это значит, что слой краски у нас будет не гладким, а будут видны наши мазочки. Для футболки это не особо хорошо, поэтому мы будем работать более тонким слоем. Пастосная живопись. Винсент Ван Гог неоднократно бросал учебу. Еще в детстве он уходил из школы. Потом, позднее, он, как его отец, собирался стать семинаристом, поступить на отделение теологии и быть будущим проповедником. Но, к сожалению, он не сдал экзамены, потому что посчитал оплату за обучение не особо частной, и ушел оттуда. Когда он решил стать художником, он также посещал Королевскую академию изящных искусств, но тоже довольно быстро бросил учебу. Ван Гог решил заняться живописью, когда уже был в довольно зрелом возрасте. Он начал заниматься после 30 лет, и всего за 10 лет своей карьеры, к сожалению, у него была не очень долгая жизнь, он создал более 2000 картин. Вернее, не совсем картины, 2000 произведений, большинство из которых были картины. У Ван Гога были очень теплые отношения с его младшим братом, который был на 4 года его младше, это Тео Ван Гог. О их теплых отношениях мы можем узнать из переписки. из других источников, например, биография, автобиография. Он поддерживал его как морально, так и финансово, вплоть до конца его жизни. Есть распространенный миф о том, что Ван Гог отрезал себе ухо. Скорее всего, вы знаете Ван Гога именно как художника, который отрезал себе ухо. Но на самом деле это не совсем правда. Он отрезал себе только мочку уха. Произошло это из-за ссоры с Гогеном, который приехал в город, где в тот момент жил и писал Ван Гог. И после обсуждения, неудачного обсуждения творческой мастерской и творческой работы, Гоген решил уехать из города. Тогда Винсен взял нож и вроде как по мнению Гогена набросился на него. Тут испугался и убежал. Ретировался из города. А Ван Гог в порыве раскаяния той же ночью отрезал себе мочку уха. Субтитры сделал DimaTorzok Дополняем на футболоке те моменты, которые нас не особо устраивают. Например, меня не устраивает то, что желтый немного потемнел на фоне. Он впитался в слой ткани и стал менее ярким. Я его дополню. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Есть еще несколько разных техник переноса изображения на ткань. Это шелкография. Но для этого нужен специальный станок. А я же показываю вам способ, который можно воспроизвести, просто имея при себе акриловые краски. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Если вы обратили внимание, я использую при смеси балетно-желтую краску. Она называется пастельно-желтая. Если у вас такой нет, то вы можете смешать ее при помощи желтой и белил. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Если вы не уверены, что вы не сможете в процессе раскраски по ткани не выходить за границу, то можно ту прорезь, которую я оставляла вначале, не убирать, а закрепить ее булавочками и аккуратно работать. Тогда у вас края будет максимально чистым. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Так как фон у нас темный, в данный момент я занимаюсь небольшой обводкой для того, чтобы выделить те места, которые я потом закрашу другим цветом, которые на картинке у нас включают за черной. Делаем фиолетовый смесью красного и синего и начинаем накладывать нашу красочку. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Еще одна распространенная легенда о Ван Гоге это то, что за всю свою творческую жизнь он продал всего одну свою картину. На самом деле это не совсем верно, так как он продал, проданная его картина «Красные виноградники в Арле» была продана за 400 франков, что говорило о том, что он вступил в мир серьезных цен. Кроме этого, было продано еще как минимум 14 его работ, но это только те, у которых есть достоверно подтвержденные источники. Остальные просто не сохранились. Если вы помните, то я говорила, что наша роспись будет немножечко дополнена. Кроме того, что у нас будет Ван Гог, я хочу немного поэкспериментировать и нарисовать летающий трелок, потому что все у нас любят космос. Век космических технологий. Опять же рисуем ее в технике Ван Гога мелкими штришочками в разный цвет. Если вы хотите изобразить что-то иное, то ваша фантазия вам поможет. Крышка нашей летающей тарелки. Продолжение следует... Небольшими штришочками введем ее по окружности. Вернее, даже больше, я бы сказала, по абресу. Почему бы не сделать так, чтобы летающая тарелка у нас распускала луч связь с землей. Пока! Пока! АПЛОДИСМЕНТИЕ Идея сегодняшнего мастер-класса родилась, когда я смотрела, подбирала визуальный материал для того, чтобы вы могли посмотреть картины Ван Гога. И я нашла очень много материала с разной продукцией разных произведителей, которые воспроизводили этого художника. Это были футболки, мне очень понравились кеды, например, с подсолнухами. Но мне кажется, что для тренировки больше всего подойдет вторая футболка, потому что вы можете на ней и потренироваться, и кроме того, если вам понравится эта работа, потом дать вторую жизнь этой вещи. Играет музыка. Играет музыка. К концу жизни Винсент Ван Гог писал очень быстро. Свою картину от начала до конца он мог закончить за два часа. Однако при этом он всегда цитировал любимое выражение американского художника Уислера. Я сделал это в два часа, но работал годами, чтобы сделать в эти два часа что-нибудь стоящее. Родной брат Ван Гога, Тео, имел очень тесную связь с братом и умер всего в течение полугода после смерти старшего брата. Он заболел нервным расстройством, и его могила находится по соседству с могилой художника. По мнению специалистов, если бы художник прожил дольше, то вполне вероятно, что к нему бы пришла известность и признание, и он был бы очень богатым человеком. В Амстердаме в 1973 году был открыт музей Ван Гога. Имеет он самую большую коллекцию произведений этого художника. А кроме того, это буквально самый посещаемый по популярности в музее в Амстердаме. И 85% посетителей музея приезжают из разных стран для того, чтобы посмотреть его картину. Наши картинки я не использовала белил. Я думаю, что сейчас пришло самое время для того, чтобы это поправить. Я хочу сделать дополнительные штрашочки белым цветом от нашего луча. Для того, чтобы показать больше контраст. Амстердаме в молодом Beverly Иванова. Так как цвет фона у нас черный, я думаю, что было бы уместно добавить немного белых укреплений для того, чтобы показать отдельные линии и штришки и выделить некоторые моменты. После окончания работы над нашей росписью на футболке вам нужно будет дать время для того, чтобы слой красочный просох. Позднее, когда он просохнет, вам нужно будет прогладить при помощи утюга на средней температуре. Сначала обратную сторону, а потом наложив влажную ткань на лицевую сторону также прокладить очень аккуратно. Тогда ваша роспись у вас закрепится и продержится дольше. По оценкам галерейщиков, Ван Гог сразу после Пикассо самый дорогостоящий художник в каталогах. Ну а по поводу его популярности вы можете сутить о том, насколько часто он воспроизводится. Наверняка точно вы где-нибудь встречали, если были где-нибудь в музеях, допустим, сувенирную продукцию с произведениями Ван Гога. Например, кружки, тарелки, значки, футболки. Ван Гога. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...